Я приветствую всех на канале Хитсад. Сегодня мой видеообзор посвящен тому, какие препараты мы можем использовать ранней весной, для того, чтобы, в общем-то, защитить сад в дальнейшем от различных вредителей. Именно в конце марта, начале апреля, вот я ориентируюсь на погоду этого года, мы приступаем к обработке сада. И первое, с чего мы начинаем, это, конечно, промывка сада от вредителей. Что, какие препараты мы можем использовать для вот такой комплексной обработки? Ну, существует несколько, конечно, видов препаратов. У меня здесь на столе препарат под названием 30+. Замечательный препарат. Еще один препарат под названием профилактим, производитель Гера. Это два препарата, которые, в общем-то, очень надежные и показали великолепные результаты. Я сама использовала их в своем саду, и мне они очень понравились. Чем хороши эти препараты? Они, как правило, убивают тех насекомых, которые зимующие. То есть, они еще находятся в состоянии спячки, и мы начинаем обрабатывать сад. Появляется после обработки на деревьях такая защитная пленка. В результате насекомые не получают кислорода и погибают. И очень большое количество насекомых, именно живущих и зимующих на ветках, на коре, в почках, подвергаются вот воздействию этого препарата и, соответственно, погибают. Перед тем, как начать обработку, я вам бы посоветовала, даже если есть, конечно, такая возможность, подойти к дереву. Но перед этим постелите вниз или же ткань, или же просто даже клеенку. Постучите по веткам. Ну, можно даже просто обычным черенком от лопаты. Я видела такое, что падают те самые зимующие насекомые, которые еще не очнулись, не вышли из состояния спячки. Они просто вот в таком виде падают на вот эту ткань, которую вы растелите под дерево. Вы их просто соберете и уничтожите. Вот одну партию, вот небольшое количество насекомых можно и вот таким простым способом уничтожить. Ну и, конечно, более 98% уничтожается под воздействием вот этих препаратов. Их так и называют промывка сада. Профилактин и препарат 30+. Выпускают они в разных упаковках. Есть вот такая большая упаковка, литровая, пол-литровая, на одну обработку. Как правило, если сад состоит из 5-6 деревьев, вам хватит литровой бутылки. Как разводить? 500 мл, то есть вот такая маленькая бутылочка, мы разводим ее в 10 литрах воды и опрыскиваем. Опрыскиваем очень аккуратно, применяя средства индивидуальной защиты. Несмотря на то, что, в общем-то, препарат мало токсичен для человека, единственное, для кого он токсичен, это для пчел. Почему мы и делаем эту промывку до цветения? Для того, чтобы, в общем-то, не пострадали пчелы. Во время цветения, конечно, такую промывку мы не делаем. Препарат можно использовать и нужно использовать только тогда, когда температура дневная будет плюсовая, плюс 5 градусов. Кстати, производители об этом и пишут здесь. Великолепно он сочетается в любых баковых смесях с другими препаратами, кроме препаратов, содержащих серы. Мало токсичен препарат для человека, для земляных червей, для птиц. То есть здесь мы опасности для них никакой не нанесем. Но вот для пчел он токсичен. Когда вы начнете обрабатывать дерево, обязательно следите за тем, что обрабатывать мы должны не только крону, но и ствол, и даже приствольный круг. Именно в приствольном круге тоже могут взимовать некоторые вредоносные насекомые, которые могут притаяться в листиках, в травинках, где-то в складках дерева. Поэтому и обработайте тоже и приствольный круг, для того, чтобы избежать после буквально незначительного повышения температуры, что когда они проснутся, они снова пойдут на дерево. Время гибели насекомых составляет где-то 6-24 часа. И защита, гарантированная защита 14 дней. Но могу сказать так, что по опыту даже больше, свыше 14 дней, если не идут такие вот изнуряющие дожди, то есть даже при однократном дожде препарат не смывается. Он такой создает маслянистую защиту, плёночку, что вот после дождя он точно не смывается. Ну, конечно, его эффективность снижается, если будет изнуряющий дождь идти, но, как правило, вот однократный дождь, он его не смывает. Гарантированная защита 14 дней. Где мы можем использовать эти препараты? Можем опрыскивать фактически всё. И смородину, и крыжовник, и клубнику, и малину, и все, конечно, плодовые деревья. То есть это препарат, ещё раз говорю, промывка сада, весенняя промывка сада. То есть начинаем мы с него, а потом уже будем далее уже бороться с различными грибковыми заболеваниями. Это всё на сегодняшний день, о чём я вам хотела сказать. Я думаю, что мои советы вам пригодятся, когда вы придёте в торговую сеть выбирать средства защиты вашего сада. Вспомните мой видеообзор, и обратите внимание на эти товары. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!